Я Лапкин Игнатий Тихонович, а это подруга моей жизни, Надежда Васильевна Шадрина в девичности. Ну, стала моей женой Лапкиной. И вот сегодня мы получили по интернету от Дениса Васильевича как бы намётку на то, потянет ли Надежда Васильевна уроки для детей. Каждый урок по 40 минут, как я понял. Ну и, конечно, надо дать то, чего нет нигде. Такое, чтобы действительно это было опробировано, что это действенная пища для детей, действенное оружие против греха. И таких уроков нужно не менее 10 дать. Но это только как начало, как говорится, затравка. Я сам начальник детского лагеря 40 лет. Вот, мне ещё будет 41 год. И поэтому я ей сказал, ты подойди к этому очень ответственно, серьёзно, обдумай. Учтись, какие у тебя болячки, какие были недостатки, сколько лет ты не работала, какие у тебя результаты, успехи в работе с детьми. И дай ответ сейчас, сможешь ли ты потянуть и выставлять это будут в интернет, которого вы все боитесь. Всё что-то подправляют, боятся, переделать бы надо. Тут ничего нельзя переделывать. Вот, какой есть урок, такой они получили, такой дети будут смотреть. Твоё слово, дорогая, давай. Ну, я думаю, если было бы лет 10 назад, то другое дело. А сейчас в таком уже старости я, наверное, не потяну. Я же работала с 90-х годов, когда разрешили, и по пятый год официально в школах, как преподаватель дополнительного образования по урокам христианской этики. С первого по 11 класса читала лекции. Читала лекции в самоториях, в домах, интернатах, других учебных заведениях, училищах, где приглашали меня. Ну, а сейчас уже и возраст такой, и болячки, и всё. И я думаю, навряд ли я потяну это. Тем более, что богатый материал выставлен уже в интернете, и книг достаточно много уже продают, таких детских, и детей. И уроки есть, и всё. Ну, что я могу нового сказать? Я думаю, что не 40 лет. Чётко ответь. Люди ждут определённо. Да или нет. Будешь вести эти уроки по интернету или не будешь. Тебя никто не будет обвинять. Понятно, что и возраст не тот. Всё. Учитывая все вот эти внешние факторы, сама ты понимаешь, выходить на какую надо арену. Если вышел на бросвер перед всем миром, какой ты есть. Ладно, неладно. Пока тебя никто не знает. Чем выше человек поднимается, тем легче его рассматривать. Все пятнышки до сапог. А пока он где-то спрятан в толпе, да другие выше его, у него одна макушка торчит, тогда легко спрятать свои недостатки. Да я вот такой, как есть, в улаже. Хочу сказать, что я им выставлю, что у нас на форуме есть по детскому воспитанию. Я уже сейчас материал подготовил. Я только вернулся сейчас, получил заграничный паспорт. Мы готовимся нынче проехать всю Европу. Но если ты ничего не говоришь, я немножко скажу, что с детьми нужна дисциплина. Это на первом месте. У тебя её практически нет. Вот это, что преподаешь, христианская этика, нет этого слова этика. Это всё люди придумали, как слово духовность. Это горбачёвское слово. Духовный человек есть. А духовность это так. Любую пакость снимут, коробки с плёнками лежат, крестик сверху поставили. Всё, духовность. Везде у них духовность. Или сейчас вот это... Андрей Куреев там учебники написал, православную культуру. Против чего не взор, а в другие воюют. Меня спрашивают, ну а как вы? Я говорю, а зачем это преподавать? Разные религии. Нужно людям, детям Христа показать. И поэтому то, что говорилось с оглядкой, мирские власти пропустят, нет. Вроде завуалировать, этика, у них принято слово культура, это ничего не даёт. Никому. Так они так иначе не пустят. Ну и не надо. Есть другие места, где можно с детьми заниматься. В школу не пускают, ну и только дело. Иеговисты туда не лезут, им это не нужно. И постоянно набирают детей. Баптисты туда общую культуру не преподают. А зачем? Ребёнок должен встретиться со Христом. Вот у меня тактика такая. Несколько я здесь два урока провёл. Я вообще-то не вмешиваюсь здесь в наше воспитание. Но иногда необходимо. И вот за сколько это у нас? Уже почти 20 лет с лишним. И я провёл только два урока. Я основываюсь в основном. Это Библия, жития святых и моя собственная жизнь. Вот наши родители, они не знали слова Библии, Евангелия, этого не было. Но они вселили в нас страх Божий. Потом я найду у Соломона, и всюду написано. Начало мудрости, страх Божий. Венец при мудрости, страх Божий. Без страха Божия ничего нет. Придите, дети, послушайте, страх у Господня, научу вас. К чему это сказано? И вот в этот страх нас ввели родители. Этого делать нельзя. И они не говорили, это нравственно, культура, мы не знали. Мать сказала, будете мучиться в аду. И показали в лицевой книге, как дети, взрослые в огне горят и прочее. Те, которые делают. Она сказала, танцевать нельзя, плясать нельзя. На огненных гвоздях ты будешь плясать там, конечно, примитивно. Может быть там не на гвоздях, а на шурупах каких. Дело не в том, что я никогда ни одного поворота на танцах не сделал. Вот и все. Родители это заложили. А результат тот, что у нас в семье, вот я верующий брат Иоаким, священник, пять сестер, все Бога признают, ходят в храм. Так что, вот я когда с ребенком иду, и главное, учить его лучше бы не в классе, а после класса половину провести на природе. Но это очень сложно в городских условиях. Я ребенку рассказываю все, и все это переношу на человека. Вот один из примеров. Вот скворцы прилетели, мы с ребятишками стоим на улице. Я говорю, внимательно наблюдайте, близко нельзя подходить. Надо смотреть издали, не спугнуть. Он осторожный очень. Вот он принес что-то, положил, опять поет. Почему? У него короткое лето, скворец должен вывезти птенцов, успеть построить дом, научить ребятишек всему. А в это время, пока его не было, воробей туда натаскал уже все. У него там и буфет стоит, и перина, и подушки. И видно, как скворец все это выбрасывает. Ну жалко. Ну он построит. Он несколько раз за лето может вывезти. У скворца нет просто альтернативы никакой. Он должен скорее заселить скворечник. Он не воробья, так как называется скворечник. Дети начинают уже смягчаться, а тот скворец поступает жестоко. А теперь он поет. Смотрите, как он заботится и о нас. Мы скворечник построили. И далее я его ввожу, этот скворца переношу на человека. И этот ребенок вырос, вырос когда. И он мне говорит, знаете, этот урок остался на всю мою жизнь. На любой букашке, который, видите, я ему показываю. Смотрите, вот вам муравьи, мы рассматриваем муравейник. Какие они дружные. И показываю Соломона. Нет у них военачальника. Но они единодушно бросаются на защиту. Подвел его на пасеку. Провели урок здесь. Пошли там, где травы растут. А чего они, какая болезнь происхождения. Ты должен все знать. Среди ночи приходилось поднимать детей, показать небо, рассказать, как пшеницу шумит, показать. Как совенок кричит. Почему именно? Много мышей, много совят будет. Хотя они по два только выводят. Ну, как лемминги и писы. На севере это связано. Все это в экологии. Вот что нужно сказать ребенку. Идем мимо, пьяные валяются. Мы прошли мимо. Я говорю ребенку. Вот смотрите. Вот если бы он верящий был, он бы здесь не был. Его бы, говорит, Христос спас. А видите, как сатана издевается. И пьяницы старости Божьей не наследуют. Ты хотел бы быть таким? Ой, нет. Так поэтому ты должен верить во Христа. Держаться за руку его. Я поведу тебя, говорит Господь. В каждом предложении я должен показать ему свет любви Божией. Что Господь его любит. И любит его тогда, когда он исполняет его святые заповеди. Он сам его ведет. Это в ребенка нужно вложить. У меня тут одна осталась. Одно время. Я просто уезжал в Америку. И в это время она тут была в лагере старше. А молоко в лагерь мы тогда еще потерявку не начинали строить. Ну, это чуть пораньше, правда, было еще. До поезда была. Уже начали строить. В 92-м году, да. Это уже второй год был. Ну, а молоко там еще и прикупали. На разъезде там хлеб покупали. Ну, ребятишки шли и там, говорится, украли велосипед, который дети живут. Но они к нам хорошо здесь относятся. Свалки поломанные все. Не знаю, поломанные, какой. Но, аначе бы они не спрашивали. Может быть, оставили его. Но проходит время. Батюшка туда приехал на разъезд. Это 4 километра. Ну, там мы садимся на поезд. И они спрашивают, а вот ваши ребятишки у нас велосипед взяли. Они его когда нам вернут назад? А они испугались, его вкрапиву здесь спрятали. Видите, это надо просто ребенку показать. Воры царствие Божие не наследуют. Я этот пример говорю, когда ты приехала с Теребрихи, Рому, племянника, брала с тобой. А я пришел с работы, лежу такие целлулодные лошадки. И когда я узнал, что это ворованные, как ночью понесли в старай, потом вы поехали с дарами просить прощения, купить им что-то, подарки. И он вором не стал. Это на всю жизнь. Нужно войти в эту обстановку. Ты мог поступить по-другому. Ты кого-то обидел? Как тут больно переживает. Не делай ближнего, чего себе не желаешь. И везде должна быть строгость. Без строгости нет ничего. У меня очень строгий порядок в лагере. Это оправдало себя 40 лет. Но строжесть на нем не надо. Дети каждый день считают устав. И вот в пределах этого устава они абсолютно свободные. У нас было несколько велосипедов для детей. Вот залезли на вышку и показали. Видите, там березка в один конец туда, на север. На юг можно вот до сюда доезжать, а вот здесь. То есть все под обозрением. Но так как тут строение стоит, один ребенок наверху на башне, высокая такая, вышка стоит. Он наблюдает, что без присмотра, чтобы он не был. Вот когда дети погибают, где-то был без присмотра, и из-за кустов кто-то выскочил, свалил и утащил. И вот ребенок катается, и ему кажется мало пространства. Я предупредил, как только вы пересечете границу, вы уже будете как пересекающий лыжню. Этого делать нельзя. Смотришь, к вечеру один пересек. Пересек и укатился дальше. Он вернулся. Ты туда ездил перед всем строем. Да, ездил. А зачем? Ты знал, а то знал. Внимание! Лишаешься права садиться на велосипед. Все! Больше он никогда не сядет. Он нарушил порядок, подверг жизнь своей опасности. Вот в этих границах ребенок должен знать. Ему дана свобода. Но здесь он должен именно делать, как у меня качели разные. Только вот как я говорю. Если ты промазал, ну на тарзанке, то обратно уже не надо. Не смог ты залезть, у тебя эта веревка не замотнула на стол этот, с которого. Ты на соскочи, а вот так не крутись. Канат раскручивается, он пропадает. Каждый день почти попадается. Все, на несколько дней лишен права. Пошли купаться. У нас там две доски, бывает даже одна широкая. По пирсу идти там, где глубже. А тут все и заилисто. Дети, без благословения не заходить. Они из лагеря помолились три поклона. Благослови. И старший с ними. Теперь у старшего благословителя уже пришли мы на пляж. А теперь ходить только шагом. А другой не терпеливый, он ринулся, но там подскользнешься. Там доска просто сверху доски, ты запнулся, упал. Ну, ты знал, это нельзя делать, лишаешься права купания. Ну, он хочет. Тогда я ему говорю, вот теперь, чтобы ты не бегал, теперь на четверенько ползи по этой доске, если хочешь. Это твое право. Ползи, тогда будешь купаться. Ну, не хочешь, значит сиди. Никто не заставляет тебя. То есть научись ходить тихо и в строю. То есть на каждом шагу ребенок должен видеть твою заботу о нем. Вот мы едим, когда у нас такой порядок, на чашка не склоняется. Вот край стола, перпендикулярно ложку поставил, подбородком туда за этот перпендикуляр не заваливается. А почему? Да потому. Василий Великий говорит, что склоняется к пище всякое животное, а человек подносит. Хочешь быть скотиной? Нет. Теперь не облокачивайся, руки дальше кистей на стол не ложить. Почему? Серахов говорит, стыдись облокачивания на стол. А ребенок наклоняется. Он знает, я ему ложкой стукну по столу. Я за 40 лет ему по лбу ни одному не стукнул. А его говорю, ему говорю, что я тебя накажу. Все, теперь садись рядом со мной, чтобы тебе легче было по лбу достать. Я вот за один день научу, чего он думать за 10 лет не научился. Страхом спасайтесь из огня, внушаясь даже одежды. Строжество тоже надо знать в меру. Иногда ребенок это осознал, я ему предлагаю два выбора. Или три горячих крапивы там, или лишиться обеда. Другой хочет есть. Лучше три горячих получу. Тогда за смелость садись съешь, и горячих не будет. Ребенок учится смелости. Это все должно быть в преподавателе. Ты ведешь какие-то уроки, часы. За каждый час неправильно приведенность ребенком, ты отвечать будешь. Ты украл у них время. Другие думают, что ты чему-то научил, а ты не научил их. Научи их, чтобы они были сострадательными. У меня уроки были такие вот. Десять ребятишек, девятерым глаза все завязывают, а одному один глаз оставляют. И вот теперь, если вы заблудитесь здесь, у вас один поводырь есть. Это у царя Бориса было так. Попавшим плентом, десять тысяч, ну, шаг повелел ослепить, на сотню одного оставить с одним глазом. Болгарский царь, когда получил вот эти вереницы, пришли, он с ума сошел. Мы должны быть сострадательны. Видеть слепого, перевезти через дорогу. А теперь ноги нет. Вот я ему, давай, привяжи сам, даю. Привяжи, он привязал ногу. Попробуй теперь ходить на одной ноге, с палочкой или как-то. Ты будешь любить хромых. Это все надо заложить в ребенка, рассказать ему. Вот мы жили тут на второй строительной. Ты помнишь, Рома жил, ты там разные пирожки, суп сваришь. Там бабушка живет, показала, где сбегай, к ней отнеси. Чтобы ребенок умел подавать милостыни своими руками. Грубость пресекать категорически. Никакого баловства на уроках не должно быть. К занятиям дети должны выспавшиеся быть, как и в церковь. У нас вот днем спать нельзя в лагере. Но когда богослужение, в субботу вечером, обязательно ложиться спать. Чтобы один час они спали. Чтобы мы пошли не дремать в храм, а быть бодрственными. Это ты потянешь вот на таком уровне. Ты же сама понимаешь, что эта строгость должна быть свойственна, не наиграна. А прямо, я говорю это, во мне это живет. И дети это видят. Я устав сам, который написан, нигде не должен нарушать. Нигде. И дети это видят. А не так, что поговорил, курить нельзя, вышел и закурил где-то. Нуль. Ничего не будет. Говорить о трезвости с красными губами, злота узгает, и кто поверит тебе? Когда тебя ведут, тебя на ногах стоишь, говорится, с вечеринки. А завтра ты будешь говорить о вреде пьянства. Пьянство. Так что, ну вот я представил тебя. Увидели, ты ведешь уроки, я знаю, и хорошо, и все. Но здесь другой, другой уровень. Нужно сказать то, чего не говорено. Чего нигде нет. Просто я на тот материал отсылаю, и они возьмут. Он там грамотно составленный. Можно просчитать и насчитать, и что угодно. Но когда я в школе работала, в молодости было, то у меня 39 человек в классе было. И по милости Господне, кто у меня класс был. А в интернате работала. Вообще на первом месте в школе было по дисциплине и по всем другим делам. Справлялась. Потому что детей я очень люблю. И у нас и дисциплина была. Конечно, строгость должна быть. А как же без строгости? И строгость, но строгость с любовью, любовь со строгостью. И когда уроки христианской этики вела, ну так назвали мне христианские. В трудовой книжке записали так. Ну и ладно. А когда я вела в школе, нас контролировал священник. И он проверял все наши планы. И вот так и так надо. Но по этим планам я не работала. Потому что там больше обрядоверия. А у меня времени нет, чтобы об обрядах говорить православных. Думаю, они и так узнают. Я преподавала уроки только по Евангелию вела. Дать им познание о Боге, о Христе, о нашем Спасителе. И помню, как в четвертом классе однажды мальчик задал. Ну вот вы говорите о прощении грехов. Вот я попросила сегодня прощения. Мне Господь простит сегодняшний грех. А вот те грехи, которые раньше были, там вот я сделала еще до этого. А те грехи куда денутся? Они так и остаются. Но здесь пришлось на эти вопросы отвечать. И все по-хорошему. И в классе дети очень любят слушать Слово Божие. Такая тишина, что все учителя, которые сидели, тоже слушали. Они говорят, такая тишина. У нас такой тишины нет на уроках. А здесь с каким вниманием, интересом они слушали. Вопросы постоянно задавали. Все было интересно. И когда одна учительница, помню, в одной школе так и сказала. Нет, в двух школах. В девятом классе я вела занятие. Она говорит, вы слишком большой упор делаете на веру в Бога, во Христа. Нет, вы так преподаваете о нравственности, об этике. Просто без Христа, без Бога. Можно же так говорить? Я говорю, вы достаточно много говорили без Бога, без Христа. А результаты какие? Так, здесь это фундамент Христос. Вера во Христа это фундамент всей нравственности. Отсюда без этого никак нельзя. Ну и они мне отказали в этих уроках, чтобы я больше не при... Вы же слишком напор такой, упор делаете на Христа, на Бога. Так не положено в школах детям говорить. Ну не положено и не положено. Но однажды страшно была тема такая, о страшном суде, об Аде, о Рае и Аде говорили. Ну и там, конечно, о смерти. И вот одна девочка, мать прибежала в школу, говорит, да что это такое? У меня девочка спать не могла даже. И плакала все время и беспокоилась, как вот мама умрет, что я буду делать. И вообще она испугалась очень, когда о смерти говорили. И вот такие моменты были. То есть все разное было. Тут еще вот какой момент нужно подметить. Кто как воспитывает детей по своему образу и подобию? Лепит православные, значит, сугубо православные. Старообрядие, значит, с никоньянами не знатся, то есть с патриархийными и другими. И никон это в аду, а вакуум это на небе, конечно, его сожгли. Баптисты, если лучше, только они святые, а пересятники вообще никого не признают, не говоря о беговистах. У меня подход другой. Во свете Библии. А раз во свете Библии, я детям говорю, вот мы православные исповедуем Христа, пришедшего во плоти. Поэтому мы изображаем крестное знамение на лоб, ребенку нужно показать. Дальше на чрево, на чрево, где пуп у тебя находится, на правую руку и точно перпендикулярно на левую. А потом, если поясной поклон, поклониться так, чтобы рука могла пол достать, не надо опускать руку, вот так вот. Это поклон полный, потому что небрежного махания руки бесы радуются, святой Иоанн Златоуст. Земной поклон, вот я перед изображениями покажу как. Точно так же крестное знамение, но мне после операции не совсем удобно. Вот, на колени встать, вперед руки, вот это как 10 заповедей, и до них я касаюсь лбом. Вот это земной поклон. Вот наши, когда ходят люди, 502 поклона, Марьино стояние, когда полный Андрея Критского канон. Это на пятой неделе Великого Поста, среду вечером. Ребенку нужно это показать. Когда начинают держать дети старообрядческие, они только так. Правильно, Россия крестилась так при князе Владимире. При них они реформа изменила на три. Я ребенку должен сказать на самом высоком уровне, что Христос не оставлял крестного знамения. Не было его. Ян Златоуст говорит об одном перстя, одним указательным пальцем, значит, правой руки. Почему? Крест утром и дна. Христос один, Бог царствует. Так говорили христиане на аренах перед львами, готовые умереть сегодня. А как правильно? Понимаете, вот здесь православные со мной будут не соглашаться. Я говорю, и в одном больше персте истине, чем в двух и в трех. Два это Бога человечества. То есть согнутые небеса пригнулись, Сын Божий сошел, воплотился. И мы изображаем крест. Я говорю, мы крест какой изображаем? Вещественный или духовный? Ну, естественно, вещественный. Потому что духовный это страдания, болезни. Мы изображаем Голговский крест, на котором умер Христос, спаситель наш. А на кресте кто умирал? Ну как? Бог умирал. Бог не умирает, Бог бесстрастен. И кто думает, что Бог умирал, тот еретик. Все святые отцы говорят. Ну, Бога человек. И Бога человек, он не может умереть. Или по человечеству. Божество бесстрастное. Он Бога человек, но страдало человечество. На кресте. Как Бог, он говорил, для чего меня оставил. Как Бог, он говорит. Как человек, да минуть меня щаше себя. По божеству говорит, да будет воля твоя, как тебе угодно. И если троица, троица не умирала на кресте. Умирало только человечество. На кресте Христу нанесли пять ран. И поэтому правее одного, двух, трех крестов пять. Католики правильно изображают. Но они тоже небрежные. Я не католик. Но я поясняю. Они изображают тысяч шедших с неба на землю. Ради меня грешного. То есть на левой стороне будут грешники. Переведи меня пятью ранами Христовыми на правую сторону. Я как бы молитву составляю экспромтом. Мы же, когда молимся, говорим Господи. То есть ты глава всему. Господи. Иисусе Христе. Начнем. Через чрево Деву Марии ты воплотился. Иисус Христос стал называться. Сыне Божий. Вознесся Сыном Божиим по правую сторону. Помилуй меня грешного, чтобы на суде не оказаться с левой стороны. И в знак смирения кланяемся. Господь сказал, мы знаем, чему кланяемся, а вы не знаете. То есть поклоны были, как он в Самарянке говорит. И вот ребенок, бывает он встретится с баптийским ребенком, он должен уметь ответить ему. Да что, по-вашему, без икон не спастись? Без икон можно спастись, и мы нигде не видим, чтобы они были у апостола Петра Павла. А что Луке приписывают рисовал, это ничем не доказано. Это все, может быть, мистификация. Плод фантазии человеческой, так скажем. Но без икон спасались, значит. Но икона не идол, вот это ты сумей доказать. Икона не идол. Икона это священное изображение Христа, Божьей Матери, ангелов и святых. То есть это на основании Слова Божия. Дом мой он сказал. Значит, а какой это дом был? Баптисты не знают. Храм Соломонов. Да храм Соломонов на входонос разрушил. Это Заравелев храм. Из Икииля 41.17. И там были изображения от пола до потолка, внутри и снаружи, резные. Мы сразу заставляем их задуматься. Значит, без этого баптисты могут спастись. Я пока другой не говорю. Да, могут. Но, если бы они были в церкви, не поносили. Вот сейчас некоторые баптисты приходят, целая община пришла и говорят. Ну а можно, чтобы у нас икон не было? Вот это начинает когда давить под иконы-то. Это абсолютно неверно. Они так научены, Бог так его призвал, говорит. В том числе, с два не оставайся. Но чтобы у них было законно-рукоположенное пастерство, епископ, полученный от апостольских времен, от нас или от католиков. Православные как от католиков? Да так, что у них от Петра идет. У меня взгляд намного шире. Мы христиане даже большого широкого профиля. Нигде не войти в ересь. Ересь там, где нет церковь. А церковь не там, где нет законно-рукоположенного священства. Это единственный признак. По всему другому сектанты лучше нас. Не курят, не пьют, проповедуют, страдают. Мы никто по сравнению с ними. Посмотрите, вот ставят православные фильмы, там притчи какие-то. И везде какой-то там этот послушник еродивый. Себя за... Как старца один там все время играет роль, показывает женщины, какие-то пьяницы. И сравните сектантские фильмы. Да это как небо и земля. Это тот остров, кукарекает там этот Петр Мамонов. Вот посмотрите, проповедь, благовестия в Узах. Сектанты там, про Георгия Винца. Ничего общего с нами нет. У них строится на Евангелии. 12.48 Евангелия. Слово его будет судить нас. А у нас кому угодно, наставник, наставник. А куда он заведет тебя? Златоуз говорит, смотри, вместо пастыря не избери волка. У нас это сплошь и рядом возможно. Сектанты говорят, ну я признаю Божьей Матери, а можно... Вот они перешли. Все принял я. И соборы, и священства. Ну, я же еще в баптистской среде там бываю. И кому-то сказать, вот если я не молюсь Божьей Матери, то могу я спастись? Ну, православные, да как так, да без Божьей Матери? Да она сама спасается через Христа. Да будет мне по слову твоему ангелу говорить. Может. Но ты знай, что она преблагословенная. Она единственная, что ее будут ублажать все народы. А что ей молиться надо, этого нет нигде. Ублажать и молиться это не то же самое. Одно дело подсчитать иконы, священное изображение. Другое дело поклоняться. Они могут быть и могут не быть. Ребенку это надо заложить. Он будет стойкий в православной вере. А если только настаиваете, что без икон не спастись, ему сектант сразу докажет за один прием, что икон нет этой идолы. И все, ребенка вы потеряли. Вы научите любить его Слово Божие и ведите его по толкованию святых отцов. Все, что в нашей жизни есть, все увязывайте со Словом Божьим. Ребенок должен быть в благодати Духа Святого. То есть то, что изрекли святые Божьи человеки. И вот сколько был на уроках, смотрю по телевизору, православные батюшки преподают. Я не нашел еще никого, кто правильно преподает. Ни одного. Кроме Олега Стеняева. А то есть Олег Стеняев такой есть. Но он такой с габаритами даже перед людей бы не вылез. Надо себя уменьшить. Потрудиться над собой. Ну вылазит в три раза больше вес. Не годится это. Мы должны следить за собою. Подвижники воздерживаются от всего для получения венса тленного, Павел говорит. А мы для получения венса нетленного. А то подумай, куда мы идем. И вот с ребенком, когда дома изучаем Священное Писание, мы должны его ввести не в культуру православия, а в истинность православия. Я со священниками беседую и говорю, батюшка, ну а то чем мы от сектантов-то отличаемся-то? Ну они бороды бреют. Да это и все. Ну, они посты не соблюдают. Да апостолов не было постов. Посты-то возникли спустя несколько столетий. Они знают даже. У нас самое ценное, чем мы отличаемся, это священство. А это означает семь таинств. У нас истинное причастие. У сектантов этого нет. У них только воспоминания. И они так и говорят. У них хлеб не превращается в тело. Как Невзоров и Лев Толстой говорят в мясо. Ну ничего не меняется. Ну для православного уха не очень восприемчиво это. Вот мы должны ребенку показать. Вот это у нас не по слову Божию, но оно нам не вредит. А если я к иконе прикладываюсь, лбом не надо стучать. Мы приветствуем, целуем. Откуда эта мода пришла? Подходит к иконе, ну просто показать. Допустим, вот это вот изображение. Ну, это детская Библия, тут никакого кощунства не будет. Вот так поцелуют, православные, и лбом поднут. Ну откуда это? Мы же друг друга когда целуем, лбом друг друга же не бьем. Этого нигде нет. Это написано, приветствуйте друг друга лапзанием святым. Парень лапзает девушку и невесту. Ну как он? Ну давай, поцелуемся, поцелуй, лбом стукну. Да ты тут к обеду не очухаешься после моего лба. И от иконы все бодают, вплоть до архиереев, священников. Зачем? Разум просветить тебя, а не просветить уже? Она пришла в архиерея просить благословения и родствовать. Он говорит, а зачем тебе просить благословения? Ты с детства дура набитая. Тебе не надо и родствовать даже. Надо просто понимать. И ребенку показать. У нас много по преданию старцев. Но какие старцы? Святые мужи. Мы отмечаем даты, посты. Я узнаю, мне посты эти не нужны. Зачем? У меня мяса вообще нету. Но в детском лагере мне это мешает. Я привожу их в июне. А до 12 июля пост. У меня иногда ребенок не видит молочного. Я живу среди молочной реки. Говорят, с медовыми берегами, с кисельными. Я не могу подать. Но я найду рыбу, котлеты, медовые семечки, пирожки. Но нельзя это. А почему? Я говорю, Петров пост. Это не апостольский пост. Но, одно но. Я православный. И поэтому я должен строжайше все выполнять. Строжайше. Никогда, нигде, ни в больнице, ни в тюрьме, ни в армии не нарушать поста. По мере возможности. Я говорю о том, что сам прошел и нигде я не нарушил. Ни разу. Ни в пяти тюрьмах, ни на этапах, ни в лагере. Это мое право. И в других я вызываю уважение к себе, вплоть до почтения. В ребенка это надо заложить. Я говорю, батюшка, вот вы православный. А что вот, как у священника? Ну, священника я показал. Мы от сектантов отличаемся. А перед другими, в чем наше богатство? Что у нас еще у сектантов нет? Ну, у нас тут выпивают, правда, бывает. А сектанты не пьют. Ну, у нас есть не пьют. Я вот в рот не беру алкоголя, не пива, ничего, больше тридцати лет. Так. Не могут сказать священники даже. Поэтому, раз он не знает, он и не держится. Раз оно для него не самое ценное. Раз не самое ценное, он нарушает это. А что такое? Толкование святых отцов священного писания. Ян Златоуст, блаженный фипелаг. И каноны, соборы, жития. Жития нигде больше нет. Только у нас они есть. Ну, исторические церкви, которые имеют. И каноны. Семь вселенских, девять поместных, там семнадцать святых отцов. Это правила, которые мы обязаны соблюдать. Их семьсот девятнадцать сегодня. И четыреста тринадцать регулярно, ежедневно, умышленно, целенаправленно нарушаются. Попираются. Торговля не должна быть ни в храме, ни в церковной ограде. Вы в храм не найдете, почти наверняка. Священники должны быть чисто восковые. Да их сейчас восковых-то где ты найдешь? Глаза выедают, церазины разные. Ну, подряд, подряд от порога до самого... Нищие не имеют права просить без мирной грамоты. Да споши рядом. Епископы должны запретить эту... Просто это позорная практика. А как? Когда разрешалось, когда люди не получали социальной помощи. Разберите, сколько у него пенсии, где он живет. И тогда разрешите ему просить и дать ему грамоту. Мне разрешен от епископа. Безволие епископа этого нельзя делать. Ни в одном храме за этим не смотрят. У сексантов нигде не просят. Почему? Они над ним работают. Помогают выхлопать эту пенсию. Хотя бы минимальную. Где-то, чтобы он мог жить. Но надо подумать о человеке-то. А не просто шел копеечку. Надо разделить ее там на двоих. Это зарядить надо в ребенка. Где бы ты ни был, показывая, как хорошо со Христом. Какая природа. Какой воздух. Вот было бы больше кислорода, все вспыхнуло. Сгорело. Было бы меньше, не было бы жизни на земле. То есть, премудрость Божию в виде небеса проповедуют славу Божию. Мы не нужны здесь. Они небеса проповедуют. Изучайте астрономию, кометы, оточелябинский метеорит, тунгусский. Все рассказывайте ребенку. И о делах рук его вещает твердь. Вещает. Нам уже не надо проповедовать, ни детям, никому. Только введите в это вещание, откройте их уши, чтобы они увидели, для чего это сосна, какое это дерево, как оно обрабатывается. Я спрашиваю, живем мы среди березовых колков, и дети идут, взрослые. Я говорю, что направо растет? Что деревья? А как называют? Они деревья не знают. Я детей учил по одному листику находить деревья. И узнать, на что оно угодно. От какой болячки, как лещится, как оно обрабатывается. Имеет ли оно ценность. Из березы деготь гнали. Всякие туиски, посуду делали. Из коры. Из коры. Так у нее еще березовый сок есть. У нее еще есть почки на спирту наставлено. У нее еще есть листья, веник. Из нее еще делают черенки. Она очень крепкая, твердое дерево называется. Ты об одном дереве расскажи. Чтобы ребенок увидел премудрость Божию. И скажи, люди, которые это понимали, без веры в Бога, они поклонялись дереву. Они поклоняются солнцу. Расскажи все о солнце. Тебе, преподаватель, надо знать очень и очень много. И все это сказать вот так ненароком, чтобы ребенок позже, когда увидел солнце, он другим постарался рассказать. Мама, что я узнал-то здесь? У меня одни приехали ребятишки-то. Ну, за стол сели. Я говорю, вы приедете, когда мы за стол сядете, как будете? Как я учил вас? Ну, да. А родители оба сидят за убийство. Вот такой контингент у меня. А баба скажет, а почему ты так ешь с кусочком? А я скажу, баба, вот потому-то надо, что нельзя склоняться. И разговаривать нельзя. Это житие святого Нифонта, который видел светлых юношей, прислуживающих нищим. Он заинтересовался, получил ответ. Когда люди идут за столом с благоговением, в молчании, в молитвенном размышлении или в чтении божественных книг, в божественных растуждениях, ангелы прислуживают. А когда смеются и кощуны творят, бесы всевают всякие болезни. Ну, ты бабушке скажешь, да, баба как, я думаю, домой приедут, как, о, баба скажет, смотри, а я и не знала, и рассмеется. То есть баба вот такая у них. Еще что-то я сказал. А баба спросит, баба говорит, обязательно спросит, а ты что скажешь? Ну, я даже ей объясню, почему это так в Библии написано. А баба, а баба опять ахнет и скажет, смотри-ка ты, а я и не знала, и засмеется. То есть ребенок должен проигрывать возможную ситуацию. Случается драка, бьют, отнимают деньги. Введите его в жизнь. Это не философствование. И не надо ребенка учить в изъявительном наклонении. Был бы я моложе, да я бы там учил, было бы где-то, надо говорить в настоящее время и конкретно. Сегодня напали на тебя, на твою сестренку, что ты будешь делать? Сегодня ты заболел, и болезнь неизлечимая. Твои действия. То есть надо все это проигрывать, возможно, когда неожиданная беда, она трудно переносится, говорит святой Анна Таус. Ребят, приучите к тому, что мы стоим на грани катастрофы. И трудно поверить старому поколению, что Советский Союз мог рухнуть. Союз нерушимых, республик свободный. Оказалось, рушится, и они не свободные были. Россию делят на счастье других государств. Вот перед чем мы стоим. И детей нужно приучить к этому. Уже сегодня приготовили детей в Японии к цунами, когда смывают все. У каждого с собой что-то есть. У него там маленькая аптечка, адрес. И дети, которые готовились к эвакуации, перед тем, как оккупируется врагами территория, точно так же имели с собой запасное. Приучите их к этому. Чтобы в кармане у них был хотя бы адрес, фамилия, имя, отчество, родителей, родних каких-то близких, на кого бы вышли, если они потеряют связь. Сегодня ты с ним, а тебя завтра украли. Проиграйте такую ситуацию. У христиан ворвали детей, турки там. Делали из них мамлюков, врагов христианства. И теперь направляли их и воевали с ними. Манкуртов делали. Вот они попадут, дети, сегодня в плен. И они будут шахидами. И будут подрывать русских. Им не жалко, это не их дети. Они это и делали. Приготовьте их к этому. Чтобы они умерли, как вера, надежда, любовь, как семь сыновей Маховейской. Вторая книга Маховейская, седьмая глава. Ее надо прочитать, и каждому ребенку запах жареного услышать. Это тело твое. Ты вытерпишь это или нет? На глазах отца будут убивать ребенка. Только скажи, отрекись, и ребенок будет жив. Бог дал, Бог взял. Не смотри на ребенка. Он идет на небо, уговаривай его. Только держись крепко. У святого вавилы дети были. Но троих захватили. Это же те от святых вавилы. Ну и стали бить. А который наказывал, экзекутор говорит, сколько лет? Пять лет, пять ударов плетью. А другому семь лет, семь лет, а этому одиннадцать. Одиннадцать плетей. И они пошли, и которые меньше скорбели, почему мне мало лет, я бы больше плетей получил, за Господа получил бы. Научить их свидетельствовать, говорить. Вот когда мы считаем, там Зоя и Спер, и у них были дети. И они дома рассуждают. Дети, такие же дети. Они говорят, вот мы живем хорошо. А Катул, начальник, наш домоправитель-то, хозяин-то, он Бога не знает. Он язычник. Он язычникам жертву приносит. А к нам его на праздники, когда дают, так папа с мамой выбрасывают собакам. Ну а Катул-то, уверите? Да как он верует? Ему никто не говорит. Папа с мамой говорят, никому не говорите. Так а давай мы скажем. Вот вышли и стоят. Он проходит мимо. Здравствуйте, хозяин наш Катул. Ты хозяин над телами нашими. Не душами. Больше я не знаю, что сказать. Чего? Ты хозяин над нашими телами, но не над душами. А раб говорит, да это христиане. Они такие вредные, упорные. Вашу жертву бросают собакам. Да вы что, жертвы? Идерские? Даже святыня. Это как причастие. Ну и дальше началось мучение. Как они терпят мучения? Корион получает Царство Небесное. Ребятишек надо приучить к серьезному отношению к христианству. Когда я был в лагере, еще до того, как потеряю их устроить, нам нужно было молиться. Где выкопано было специально у нас несколько катапомных сооружений в разных местах. А одно мы вырыли там, куда была борсущая нора. И через борсущую нору надо было пролазить. Чуть-чуть расширили. Идти по одному, не наступать траву, не пригнуть где-то. И там это все снято в фильме. В предчувствии. Он на нашем сайте. А у нас снятый фильм. Ну не только мы, но главная часть наша. И он занял первое место на международном киноконкурсе. Документальных фильмов о православии. Другой фильм, это «Златоустец Потеряевка». Это мое прозвище, поселок Потеряевка. Как дети заходят туда. И дети никто не выдал, где мы молились. Ни один. Приучите их к этому. Нужно учить их как в военной обстановке. Как говорится, алармовое состояние. Аларм – это тревога. И христиане первое так учили. Чтобы они были размеженными. Играли нешумно. То есть это надо вложить. Христианский урок прошел. Выходят, друг друга сшибают. Крещат, могут и окно разбить снежками. Кидают в соседский забор. Летит. Этого не должно даже именоваться. Мальчики не должны прикасаться к девочкам и наоборот. Я говорю практику и свою с сорокалетия. Я работал с малолетними преступниками в тюрьме. То есть мне известна аудитория. Тем более много лет преподавал студентам разных вузов. С чего надо начинать? Со страха Божия. И это надо вложить в ребенка сразу с сегодняшнего дня. Вы скажете, а уроки у нас на суча через месяц. На месяц проиграли. Девочку матью грудь не кормит. Она должна быть в платочке. Так она маленькая. Тебе зачем рассуждать? А она женского пола. Все. Сними с нее платочек, колпачок, когда кормишь грудью. И ты приучишь, она будет здесь. Как мусульманские шейхи говорят. Сестра, купи хиджаб. Надень хиджаб. Ну жарко. Ты мусульманка. Уже все за этим сказано. Приняв мусульманство, ты приняла все наши порядки. Ты не должна привлекать мужского взгляда. Ты иначе болеть будешь. Сестра, купи и надень хиджаб. А у нас они вольные, без рукавов, за столом, в церковь ходят. Если сегодня по правилам, вот как в нашей общине есть. Ну просто, не знаю. У меня приезжали люди здесь, от отца Георгия Кочеткова. Специально надели юбки. Были в брюках. Там крашены даже говорят. Может там к ним кто-то пристал. Ну вот такая обстановка. Научите их говорить, что даже дома, даже на спортивных каких-то там уроках никогда, что в брюках не были. Пусть они брюки будут, но чтобы сверху была юбка. Приучите к этому. Так их так на урок не пустят, значит не водить. Мне приходилось без еды с директорами училищ, с директором. И я добился разрешения. Моя племянница занималась одета как положено. А там ребята раздет. Это их дело. Каждый отвечает за себя. А если можно, постарайтесь вообще, чтобы она там этого не видела. Если сейчас в душу попадет ядовитое семя, и вам его не выкорчевать, потому что весь мир подпитывает ее. И обязательно, чтобы у детей была молитва. Молитва начинать урок и своими словами. Молитва и кончать, и своими словами. И во время урока еще можно подняться. И ночью, чтобы хотя одна молитва была. Златоуст говорит, если не сегодня, то когда? Я вот делюсь просто опытом. Но опыт у меня не день, два, а сорок лет. Сорок лет это опыт большой. За сорок лет можно целую пустыню пройти. К обитованной стране подойти. Ну вот и все. Еще бы. Еще бы. Вот так. Ну давай, Володя, покажи тут. Ну что у меня, я еще хотела сказать, когда вот классы были, то у меня разные категории были дети там из семей. И мусульмане были, и баптисты, и пятидесятники, и даже иеговисты. Они говорят, и сразу мальчик задает, это он еще в младших классах. А вы знаете имя Бога? Я говорю, что ты имеешь в виду? У него имен много. Может быть, ты имеешь в виду иегова? Да, 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 иегова. Ну и понятно, из чьей семьи он. И все там. Ну и вопросы разные задавали эти дети, которые других, инакомыслящие. Я говорю, ну-ка поднимите руки. Кто из вас крещеные дети? Весь класс поднимает руки. Все крещеные. А вам объяснили, для чего вы крестились? И во имя кого? Нет. Чтобы ангел-хранитель был, и чтобы нам в жизни хорошо было. Здесь приходилось тоже объяснять им. Ну, а были такие моменты в некоторых классах, что учительница говорит, вот этому мальчику отец сказал, чтобы он не присутствовал на этих уроках. Ну, я говорю, на то время, пока я веду урок, ты выйди, можно выходить. А другой говорит, а я не выйду. Мне тоже запретили, а мне нравится, я хочу остаться. Ну и оставался, и слушал. Так, и такие моменты были. У нас в лагерь сектантские родители привезли мальчика. Хороший мальчик, но физически неразвитый. И вот когда дети где-то играют, он достает Библию и считает. Он один только во всем лагере самостоятельно брал Библию и садился и считал. Ну, почему они привезли в православный лагерь? Теща у них, кандидат каких-то наук, такая грамотная женщина и православная. Она сказала, только в православный лагерь. Ну, из любви к матери и к теще они его привезли. Ну, он не молится, конечно, крестным знаменем, у него этого нет. Но он молится, я говорю, тогда стой, руки сложи. Если тебе, Юра, сказали не молиться, значит, ты слушайся, родители, делай, как они сказали-то. А мне нравится, как креститесь. Ну, значит, крестись тогда. Они когда приехали, а он домой не хочет ехать, остался здесь. Остается еще на один срок, на второй сезон. Они посмотрели, ну, Юра, ты совсем православный у нас стал. То есть мы никогда не принуждаем ребенка. У меня были дети пьясятников, баптистов, я даже не могу назвать кого. Цыганские дети и немцы, и евреи, и казахи, и греки, и кого-то так и не было. Устав один для всех. Мы идем в храм. Ты можешь не креститься, но в храм ты пойдешь. Я когда беру ребенка, родители расписываются, и все. Принуждения в религиозном воспитании не может быть. Мы должны возжечь в нем жажду. А если совсем не хочет, ну, ты должен сидеть на уроке, твое дело. Ты обязан присутствовать на уроке. А ты слушать можешь, слушать или не слушать. Это в лагере, я не про школу говорю. В школе там свои порядки. И поэтому мы просто должны понять, без чего нельзя спастись. Нельзя спастись без церкви. Сектанты говорят о Христе, о Библии, о церкви. У них никакого понятия нет. Вообще у всех. А если есть, то ложные, где двое или трое собрались, там и Бог. Так не написано. Не собрались, а собраны. То есть силой Духа Святого. И не собрались, а собраны, повторяю. И как во имя Иисуса Христа. А где это будет церковь? Она там, где есть законная, рукоположенная, по херотонии от апостольских времен. Где связь прервана, это не церковь. Церковь только там. У ней четкая, очерченная грань. На именование церкви относятся православие, католицизм, григорияно-армяны, копты и сирийцы. Все. Больше нигде ни одного сантиметра нет. Православные многие и с этим не согласятся. Я вам говорю, как я это понимаю и докажу на сравнение священного писания. Так а у них ересь. У нас ересей хватает у самих позаглаза. Притом такие ереси. Даже еретические слова приписывают святым Серафиму Саровскому. Спаси себя и спасутся вокруг тебя тысячи. Вот как? Спаси себя сначала. А где вы это нашли? Но Серафим сказал. Ну, в первую очередь, мы не знаем, говорил ли. Если говорил, то это неправда. От спасения моего не зависит спасение тысяч. А другие правильно цитируют. Стижи дух мирен и спасутся тысячи. Почему? Потому что ты мирен. Давыд говорит, я мирен, но только заговорю, а не к войне. И это не спасает. Спасаемся мы верой в Иисуса Христа. Вера от слышания, от слышания Слова Божия. Серафим этого не мог сказать. Самое ценное, что сказали все святые отцы православной церкви в России, это слова Серафима Саровского. Смысл жизни в стяжании Духа Святого. Вот все, точка. То есть, все, что делаем для стяжания, приобретения, увеличения Духа Святого в нас, труда. И поэтому ребенка нужно научить ограничивать себя в пище, в питье, во сне. И работать не до одного пота, а до нескольких, до седьмого пота. Если этого нет, то все остальное не имеет никакого значения. Вот так. Все сказал? Я пошел. Покажи обстановку здесь. Ну что, дали мне такой уголок. В этом году у нас дом-то сгорел. Ремонт произвели. Занимаюсь. В интернет вхожу тоже. Да. Вот две косяки, чтобы никогда ничего не было. Я тебя предупреждал. Да. Убрать. Это абсолютно недопустимо. И вот этот проход должен быть абсолютно свободным. И подальше момента убрать, чтобы полный проход. Значит, будут пропекаться, падать, обвинять тебя. Я ушел? Ну, спасибо. Ну, спасибо. Что много-то не надо. Что-то у нас еще не зачем. Спасибо. 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 Спасибо.